Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодня у нас видео с аккаунта игрока с ником Калич. На нем мы будем сейчас открывать свитки. Также расскажу вам свое мнение по поводу нового героя. И также вообще много всякой инфы по поводу рождественского события. Все это будет на фоне открытия свитков. Также давайте сразу перейдем к открытию артефакта. Также скажу о том, есть ли здесь рандом или нет. Очень многие там пытаются что-то придумывать. Итак, у нас есть желание и механика такая. Многие говорят, что вот у нас показан, к примеру, по центру артефакт. И значит в центральном сундуке должен быть этот артефакт. Но на самом деле это не так. Тут просто случайным образом вам выпадает какая-то из этих наград. Поэтому конечный вывод. То есть можете просто поверить. Если хотите, можете пробовать открывать центральный сундук и в надежде выбить артефакт. Но я это уже сделал на своем основном аккаунте. Также я это проверил на аккаунте с досмогами. И вот сейчас в третий аккаунт калича я открою не центральный, а другой сундук. И возможно нам, кстати, выпадет с другого сундука данный артефакт. То есть у нас здесь показан он по центру. Давайте открываем левый сундук. Выпадают оранжевые осколки. Но это просто совпадение. А, у нас есть еще сразу одна попытка. Так, давайте правый. Поехали. Ну, вы поняли. Значит, мы сейчас открываем свитки. И также, я надеюсь, нам хватит сразу звезд на получение как раз таки артефакта. Поздравляю всех, кто получил артефакт с первого открытия. Это очень-очень круто. Я бы хотел это получить на основном аккаунте для того, чтобы не открывать свитки. Но теперь я буду думать, все-таки открыть свитки или нет. Потому что, все-таки, новый герой, он сейчас очень спорный. Итак, давайте переходим к открытию свитков. Мы откроем два круга. То есть у нас должно остаться 2006 свитков. Поехали. Значит, что касается нового героя. По факту, еще по нему ничего не известно. То есть его уже протестировали очень многие игроки. Также мне поскидывали аккаунты с данным 15-звездочным героем, чтобы я его посмотрел. И что могу сказать в итоге? Это герой, от которого многого ждали. То есть у нас выходили герои обычных фракций, довольно крутые, да? По навыкам, там, по пассивкам и так далее. И все ждали, что герой света будет реально какой-то прям пушечный. Всех убивающий. Ну, в общем, топом игры станет точно так же, как и Аида. Но этого не произошло. То есть это герой, по факту, вот, к примеру, представьте, что нам сейчас в игру ввели Асмода. То есть, да, вы его можете ставить в команду, но какого-то прям супер переворачивающего преимущества в ПВП он не дает. Он сильный, но не более. То есть, если та же Аманра полностью переворачивает ПВП, когда вы против нее деретесь, точно так же Аида, но Аида сейчас меньше, но все-таки Аида до сих пор наносит очень много урона в ПВП. И до сих пор это считается реально очень крутым героем. То Тара это не так. Это просто обычный хороший герой. Единственное, что я могу предположить, возможно, этих героев нужно в команду 2. Но пока этого никто не проверил. То есть, смысл в чем? Смысл моей идеи и моего подозрения. Если мы их собираем 2 в команду, то, соответственно, мы набираем, условно говоря, в 2 раза быстрее вот эти печати, которые блокируют пассивные навыки противника. Таким образом, мы буквально там в первом раунде сможем заблокировать пассивки противника и делать это буквально в каждом раунде. То есть, вы понимаете, да? Мы отключаем полностью пассивки противника. И я так предполагаю, что это можно будет сделать с волшебным каменным мечом. То есть, мы надеваем вот этот артефакт на героя Тара, поднимаем ему сопротивление к контролю. У него сопротивление к контролю встроенное, плюс повышаем его выживаемость. И таким образом, он по факту будет неуязвим толком к контролю. Если мы еще выкачаем дополнительную науку, ну, во втором кольце науки у воинов, на сопротивление к контролю, на повышение выживаемости к определенным классам, то это реально будет очень жирный герой, который не восприимчив к контролю. И они оба будут просто отключать пассивки противника. То есть, я так подозреваю, что примерно такое и планировалось. Но пока это все мои предположения. Что касается разбора данного героя, то я не знаю, когда он выйдет. Возможно, я подожду еще какого-то видео от Зилса или дополнительных каких-то разборов, возможно, на англоязычном форуме. Сам его поклацию еще. То есть, на данный момент я вам не могу сказать, вот четко на данного героя собираете такой артефакт и такой камень. Потому что еще толком непонятно, для чего вообще данный герой нужен. Он одновременно как наносит урон, так и дезориентирует противника за счет отключения пассивок. И на что выбрать приоритет, пока в данной мете непонятно. То есть, возможно, его вообще нужно делать на скорость, для того, чтобы он быстрее накладывал свои печати в начале раунда и за счет этого как-то выруливать. То есть, пока вообще реально непонятно, для чего этот герой нужен. Многие плюются, многие заморозили свитки, не открывают. Поэтому я бы с удовольствием также не открывал свитки. Но если вы хотите получить артефакт, то вам нужно думать все-таки об открытии свитков. Если вы с первого раза его не получили, возможно, кто-то и со второго раза не получил, тогда это вообще фейл полный. О, первая тара! Смотрите, первая копия. За фиговую тучу свитков. Там за свитков сколько у нас получается? Почти за 500 свитков, то есть за один круг мы все-таки выбили дополнительную копию, помимо стопроцентной, которую нам должны дать. Продолжаем. В принципе, уже неплохо. Также очень много всяких математических подсчетов по поводу манекенов было. Я вам также советую покупать манекены света и тьмы. То есть, я вчера делал разбор и инфографику по манекенам. И приоритет все-таки делайте на манекены света и тьмы. То есть, вы тратите 3 снеговика, тратите 7 героев обычных, даже чуть меньше, и получаете вот эти манекены. Это очень-очень выгодно. Также там есть другой вариант. Вот я сегодня читал. Если у вас есть ненужный герой света и тьмы, то есть не специально крафтить под распыление, под разбор за камни, а именно уже есть на руках ненужные типа Мишельки, как у меня была, или же Амувор. Вот я Амувора уже разобрал у себя на аккаунте. Тогда у вас получается такая тема, что вы остаетесь еще в большем плюсе вот от этого метода, когда вы покупаете напрямую за 7 героев 6-звездочный манекен света и тьмы. Там вы меняете 9-звездочный манекен света или тьмы, в зависимости от того, кого вы распылили. И плюс, помимо этого, получаете снежинки. Далее вы распыляете дополнительно еще 16 обычных героев и покупаете 9-звездочный манекен. Но там еще дополнительно нужно было докупить снеговиков. И в такой конвертации вы получаете довольно крутой профит. Но это все очень сложно, то есть реально я сам пока вдуплил, как это правильно сделать. Я, в принципе, до сих пор не понимаю, как правильно это сделать. Ну, конечно, я утрирую. В общем, не запаривайте себе голову. Обычный обмен 7 героев. На 6-звездочный манекен это очень-очень выгодно. 6-звездочный манекен света или тьмы. Поэтому можете смело делать. Там это стоит всего 3 снеговика и ограничений нет. Так, ну, второй копии пока не наблюдается. Это довольно плохо. И вообще нам как-то пятерок очень-очень мало дает. Толком не дает копии, которые нужны. Конечно, открытие, как обычно. Этот аккаунт вообще какой-то проклятый. Мы здесь пытаемся выбить оберонов. Я ежедневно обмениваю бревна. То есть здесь очень много гемов и решили скупать бревна. Обмениваю бревна ежедневно по 2 раза. Там бывает иногда накапливаются. И еще с покупки бревен ни одного оберона не достал. Это просто жесть. Насколько здесь не везет. Вот, этот аккаунт уже мог быть просто там топ-1 вообще. Ну, реально много где. Сейчас он топ-1 арены. Но, блин, его реально можно было бы сделать уже очень-очень сильным. Гаруда! Аллилуйя! Хотя бы один нужный герой. И реально топовый. Гаруда до сих пор топовая. Кстати, в последнем обновлении она появилась за перья. Я, по-моему, это в своем обзоре не говорил. Поэтому, кто ждал Гаруду, можете ее уже купить. Я видел недавно бой с тремя Гарудами против топовых патчек Света и Тьмы. Конечно, 3 Гаруды нормально так раздают. Там они дополнительно еще имели в команде Амонра и Аиду, конечно. И еще кого-то, я уже не помню. Ну, в общем, бой очень-очень здраво смотрится. Итак, друзья, у нас осталось 2026 свитков. Я вам хочу сказать, скорее всего, мы откроем еще 500. То есть, мы сделаем 3 круга. Потому что на следующий месяц здесь еще накопится на 4 круга. Поэтому смысла оставлять их нет. На этом ивенте можно их реально реализовать довольно хорошо. Поэтому я сейчас продолжаю скармливать в Деда Мороза. То есть, как я реализовываю сейчас корм во время открытия свитков? Я захожу в алтарь после открытия, когда заполняется сумка. Крафчу то, что возможно вообще. По-быстрому. То есть, смотрю, что реально доступно к крафту. И потом уже все остальное, трехзвездочных, четырехзвездочных героев, скармливаю за снежинки. То есть, примерно это так у меня выглядит. Вы там немного теряете снежинок, но это экономит очень много времени. Потому что, если я сейчас буду специально открывать трехзвездочных героев под каждый крафт, это займет просто нереальное количество времени. И это не стоит того. Реально не стоит. Теперь я перехожу к Деду Морозу. Просто беру все тройки, скармливаю. То есть, тут запас по тройкам очень большой. Поэтому заморачиваться по поводу данных героев нет смысла. Именно поэтому. Уже почти 50 тысяч снежинок накопилось. Очень много, конечно, героев прилетело. Я сегодня на этом аккаунте скрафтил две десятки и еще одну девятку. То есть, я полностью вообще достал весь корм, который был. Открылся сколков. Но я думаю, у вас точно так же. Кстати, лайфхак. Возможно, кто-то еще не додумался. Я сам об этом не сразу подумал. После того, как только мне написали, я это реально понял. Вы можете законсервировать корм в осколках. То есть, вы можете полностью всех героев распылить за снежинки и накупить как раз-таки осколки пятизвездочные. И таким образом, у вас эти все герои будут не в сумке, а в осколках. Но это стоит делать только с кормовыми героями. То есть, вы понимаете, да? Элитку не нужно так консервировать. Потому что элитных героев вы всех осколков не достанете. Ну и, соответственно, героев света и тьмы тоже не нужно скармливать. А то, возможно, кто-то решит. Так, чуть две четверки тьмы не улетели. И точно так же пятерки. Конечно, событие просто пушечное. Реально, очень-очень крутое. Так, Валентина можно отдать. Далее вот это все скармливаем. Вот это все кормовое уходит. Ну и, в принципе, все. Продолжаем сейчас открывать свитки. 67 тысяч снежинок. Офигеть. Итак, продолжаем. Идем на третий круг. У нас пока только одна копия выпала. То есть, как обычно, на данном аккаунте нереально не везет. Пишите, кстати, в комментариях, сколько вы выбили копии тары. Помимо стопроцентных. Вторая копия, смотрите. Ага, ну у нас уже начался третий круг. Но четко выпало около второго. То есть, у нас получается, за один круг выпадает одна копия. Помимо стопроцентной за награду. То есть, на данный момент такая статистика. Но это такая статистика просто от балды. Гаруда еще одна. Отлично. Вот это очень хорошо. Но хотелось бы еще одну копию Аберона. Не хватает одной копии Аберона на десятую звезду. Здесь сделать второго. То есть, не хватает второй копии на второго Аберона. Чтобы было понятно. Я чувствую, что здесь еще куча корма прилетит сейчас. И нужно будет докрафчивать остальных героев. То есть, сегодня я здесь апнул Амон Рашку на 15. Там остался еще один девятизвездочный корм. Пенни прилетает. Тут, помимо данной Пенни, уже пять Пенни сверху от той, которая есть на 15 звезд. И я так чувствую, что, возможно, скоро Пенни на 15 звезд уйдет на разбор за камни. Если прилетит что-то, ну, лучшее. Возможно, там надумаем крафтить Гаруду вместо Пенни. Все-таки Пенни, она сейчас в поздней игре уже проигрывает. Там, той же Гаруде. К примеру, если вы используете Аберонов. Там, вот можно сделать Аберонов плюс Пенни. Но, если у вас есть возможность крафтить третьего Аберона вместо той же Пенни, то лучше сделать это. Потому что Аберон, помимо того, что наносит урон, так еще и контролит противника. Это лучше намного. Плюс у вас есть больше шанса законтролить противника с первого раунда. Ту же Амон Рашку и так далее. Итак, друзья, решающий заход. Вот 206. Нет, ровно 200. Ровно 200 получается. То есть у нас сейчас 13650 наверху. Должно быть 15650. Поехали. 15650. Так, сразу Мишелька прилетает. Еще одну тару мы увидим. Хотя бы еще одну. Потому что за три круга некоторые делают 9 копий с учетом 100%. А тут у нас получается всего 2 копии выпали до сих пор. Но Горуду сыпет. Смотрите, Горуда еще одна. Третья Горуда за данное открытие. Это довольно круто. Я так подозреваю, что все-таки Пенни в скором времени может реально уйти из данного аккаунта. Пожалуйста, игра. Тару еще одну. Приближаемся. Приближаемся к концу третьего круга. Сейчас 250. 350. Оно не сразу обновляет наверху. 450. Это 550 получается. И 650. К сожалению, тары мы не увидели. Третий. Три круга мы открыли. Открываем почту. Почта просто залагивает аккаунт. Потому что вы представьте, сколько там выполнено всяких заданий. Вот давайте посмотрим награды, которые будут прилетать сейчас на аккаунт. Это просто будет жесть. Смотрите. По центру экрана. Оно залагало. Это не видео зависла, это залагала игра. У меня такое первый раз. Три копии тары дополнительно. 100 свитков. 160 звезд. Перья. 15 камней. 45. В общем, дофига всего. И давайте заберем артефакт напоследок. И еще, возможно, что-то сейчас откроем. Так. Желание. Забираем все-таки 100% на колокол. Который реально крутой. Далее переходим к данным желаниям. Выбираем Аиду. Потому что здесь Аида именно нужна. А Монра уже 15-й звездочная. Вот давайте проверим. Но сейчас, конечно, вы скажете, что это реально так и есть. Но вот Аида справа. Смотрите. Я открываю правый. И Аида не выпала. Ну вот вы увидели на этом видео, что это не работает. В общем, здесь нужно еще 15 звездочек, чтобы забрать. По крайней мере, попробовать забрать копию Аиды. Но на самом деле, элитные осколки тоже хорошо. Пока я их открывать не буду. Кому интересно, я еще с последнего открытия вот 200 свитков распыления в снежинке не делал. Здесь уже 75560 снежинок. Это все, соответственно, мы можем вот так вот сделать. 3434 пятизвездочных осколка. К примеру, мы их покупаем. Сколько это у нас героев получается? Кстати, вот на данном событии очень классно можно считать героев, которые повыпадали. Смотрите. Призвать 69 героев. Это то, что я распылил. То есть, по факту, там героев 90, возможно, ближе к стам, выпало. Учитывая копии Тары, копии Горуды и так далее. В скором времени сделаю разбор Тары. Как только станет понятно, как его использовать, с каким билдом и так далее. Также, если вы уже разобрались, если у вас есть 15-ти звездочный герой Тара, пишите в комментариях, какой билд на нем вы используете вы. Я обязательно посмотрю и протестирую это на одном из аккаунтов, который мне предоставили. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, обязательно поддерживайте пальцами вверх. Пишите ваши вопросы в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех с наступающими праздниками. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok